добрый день меня зовут сергей я вам рассказываю о начале сейчас у нас началась новая работа над новым проектом это катер тритон 540 катер тритон российского производства с мотором с подвесным мотором ямаха с 4 тактным 100 лошадиных сил что по данному катер будет делаться во первых в данном катере сделаны на мой взгляд ряд абсолютно непонятных вещей но помимо того что катер будет как бы очищен будет покрыт необрастайкой будет отремонтирована и восстановлено все что касается трансовой плиты потому что она сделана очень странно то есть вообще в принципе как бы непонятно но на мой взгляд это сделано вот если сейчас вы посмотрите например видите она сделана подскосы мотор как бы стоит заваленный всегда вниз но вот вот здесь вот это очень хорошо видно вот расстояние здесь до трансовой плиты и здесь вот это усиление транса вот оно было сделано для установки мотора большей мощности вопрос только непонятно зачем почему она сделана именно так вот то есть по идее здесь получается неравномерная нагрузка на саму трансовую плиту вот что в принципе приводит к ее деформации вот и в дальнейшем может привести к нежелательным последствиям то есть я думаю что это мы все дело будем наверное устранять вот то есть почему это сделано именно так это непонятно потому что как бы мотор устанавливается параллельно плоскости транс то есть ну как бы это догма вот мотор сейчас будет демонтирован трансовая плита будет разобрана то есть будет проинспектирована соответственно при необходимости что-то будет отремонтирована и далее все будет собрано уже я надеюсь что как бы этот сделаем все так как это положено быть теперь дальше по корпусу вот данный катер в принципе основная его проблема по корпусу заключается в том что он был неправильно сделан неправильно был обработан то есть на будущее если вы ну как бы вот делайте хотите что-то сделать хорошо и что-то сделать правильно запомните одну простую вещь что для водного вида транспорта используются свои материалы для автомобилей используются автомобильные материалы нельзя скажем так красить автомобильной краской днище катера нельзя в данном случае он обработан веществом которое заливается в пороге для того чтобы они не гнили вот как бы намерение было благое вот но на самом деле так делать нельзя то есть мы это дело все устраним то есть катер будет вот это все будет отшкурена и отшлифована до геля гели в нужных моментах будет весь восстановлен вот то есть восстановим полностью его поверхность после этого закроем его нормально не обрастайкой вот загрунтуем и покроет покрасим не обрастайкой то есть это будет правильное решение вот потому что сейчас вот это решение неправильно мало того что тормозит плюс дополнительно это все очень липкая и шелушится и обрастает то есть это ну как бы ну не логично решение что можно сказать про данный катер в принципе катер сам по себе интересный вот как бы по мореходным катер сделан в виде тримарана то есть он имеет тримарановские разводы достаточно должен быть скоростным ну вот как утверждает хозяин что в принципе он получал на нем скорости порядка 75 км в час со стасильным мотором то это в принципе нормально вот так вот он и должен бегать вот мореходные его свойства ну ряд вещей которые с катером делались ранее они ну несколько странные то есть например вот использование вообще на катерах всегда нужно использовать исключительно нержавеющий материал то есть нельзя использовать мебельные дела там и все остальное вот но здесь вот сделано уже ну ладно бог с ним сделано и сделано в принципе это можно зашкурить обработать можно покрасить вот ну или что то придумать как с этим вот уже вот имеющимся вещами ну поступить ну либо это можно заменить на нержавейку что в принципе было бы вполне логично вот катер открытый вот два поста вот здесь соответственно достаточно просторный кокпит в катере внутри вот если посмотреть ну вот вот видите если там вот разошелся разошлась матрица между собой то есть это все тоже будет вскрыто все это будет восстановлено сделано вот вот вероятно на катере решается вопрос ставить кильгарден или нет вот может быть будет ставиться will guard может не будет ставятся кильгарден но это уже ну как бы решать в адельство того то есть прийаш urn у него стоит есть как был наличии вот ну а вообще так вот говорю что катер в принципе неплохой после того как на нем себе вот эти вот моменты и болячки его будет восстановлен То есть он дальше продолжит прекрасным образом свое существование. Все. Настоящий этап это все. Дальше я буду снимать в процессе хода работы по катеру. И этот, как его... Ну, уже, говорю, вот уже началось. То есть мотор уже начал разбираться. То есть он уже отсоединен, по сути, от катера. Осталось только собрать рампу, его выцепить, поднять, убрать в сторону. И дальше уже, наверное, с завтрашнего дня начнутся работы по ремонту транспорта. То есть, говорю, после того, как все днище будет очищено, будет сделана его полная инспекция. Устранены все коцки и проблемы, которые возникли в процессе эксплуатации. Будут, соответственно, устранены все проблемы, которые могли быть по трансовой плите максимально. Ну и восстановлена часть, соответственно, кокпита. Вот. После, говорю, после этого катер, в принципе, пойдет дальше в эксплуатацию и будет с ним все хорошо. Вот. Все. Пока. На настоящий момент спасибо за внимание. До свидания. Дальше буду рассказывать по мере выполнения его работы. Все. Спасибо.